Приветствую вас в очередном модуле видеокурса анимацию с нуля в Adobe H-Animate. И в этом уроке мы с вами поговорим об анимации персонажей. Для примера я сделал вот такую анимацию персонажей из известной серии мультфильмов Lunetunes. Вот давайте обновим сначала, посмотрим как происходит у нас все в начале. Появляется сначала Банни, потом Даффи и все остальные персонажи. Характерно у каждого персонажа анимировано в принципе одно и то же, моргают глаза. У поросенка вот например еще подвижен рот, а так у всех практически все одинаково. У кого есть уши, то уши, глаза моргают у всех. Потом прилетает кот, прыгает на название Lunetune. Давайте посмотрим как это реализовывать и рассмотрим на примере поросенка сначала. И для того чтобы персонажей поместить в программу Adobe H-Animate, их нужно сначала подготовить. Если у вас нет еще персонажей, как например в моем случае, мне пришлось каждого персонажа искать в интернете, в PNG формате. И отделять им те части тела, которые я хотел анимировать. И которые было возможно отрезать так, чтобы смотрелось нормально. Поэтому сначала переходим в программу Photoshop. Итак, мы находимся в программе Photoshop. Те, кто знаком с Photoshop и знает как, о чем я говорю, те могут перемотать этот момент. А те, кто не знает, я вам покажу, что я сделал. Я вам покажу сейчас самый сложный способ, то есть, которым воспользовался я. Я нашел готовую PNG картинку. И мне пришлось аккуратно вырезать, точнее отделять те части тела, которые я хотел анимировать. По-хорошему вообще нужно найти SVG картинку, поместить ее в Adobe Illustrator. А там, как правило, такая картинка, она разделена уже на слои. И там очень легко любую часть тела пересохранить в формате PNG. И уже без проблем использовать в программе Adobe Edge Animate. Позже рассмотрим, что я сделал. Смотрим, у поросенка здесь. У него движется рука, моргают глаза, двигаются брови. И он что-то говорит. То есть, здесь достаточно было неудобно. Нужно сначала увеличить, чтобы вам было видно. Мне нравится работать инструментом прямоугольное лассо. И здесь нужно в некоторых местах очень аккуратно пройтись. Смотрите, что я сделал. Мы начинаем просто аккуратно обрисовывать, чтобы нужные границы не задеть. Вот таким примерно вот образом. Здесь уже можно просто вот так идти, потому что у нас сзади прозрачная область. И вот таким вот образом я доводим. Вот смотрите, до конца, пока не появился кругляшочек. Видно, да? Значит, мы замыкаем сейчас нашу обводку. Кликаем. У нас происходит вот такое выделение. Что мы делаем дальше? Мы прямо по выделенной области правой кнопкой мыши кликаем. И выбираем из списка вырезать на новый слой. У нас вот здесь вы можете видеть, появился новый слой. Если его отключать, видно, что исчезает рука, да? Следующая задачка посложнее. Здесь нужно было сделать подвижный рот. Я зашел в папку уже с готовыми нарезанными изображениями. Смотрите, что я сделал. Я отрезал целиком голову. Уже с таким ртом, да? И получается так, что я очень быстро в программе Adobe Engine Animate очень быстро включаю то эту голову, то голову, когда у него рот открыт. То есть я его включаю целиком, да? В примере дальше, если вам еще не понятно, разберем. Итак, сначала давайте для начала мы отделим голову. Берем тот же инструмент. А вот здесь уже аккуратненько. Прямо по границе. Здесь, конечно, процесс творческий. И здесь, в идеале, необходимо набить руку. Если вы это делаете первый раз, вначале будет плохо получаться. И то же самое мы... Только здесь мы не вырезаем. Нам нужна копия головы. И мы делаем скопировать на новый слой. И вот, смотрите, важный момент, который может случиться у новичков. Например, вы руку уже отрезали, и у вас очень важно находиться здесь на нужном слое. Если вот он сейчас светится, как у меня рука, то вы не сможете вырезать здесь голову. У вас просто будет пустой слой. Поэтому здесь ничего страшного. Просто, если так случилось, вы кликайте по слою главному, где у вас сам поросенок. И только потом правой кнопкой мыши и скопировать на новый слой. Сейчас видно, что голова у нас есть. Так как у нас брови тоже подвижные, у обоих голов мы сотрём брови отсюда, предварительно вырезав их на отдельный тоже слой. У этой головы, у которой рот будет закрыт, у нас брови мы просто стираем здесь. И как это делать? Мы их просто закрасим. У нас голова одного тона. Мы выбираем здесь пипетку. Кликаем в пустом месте, вот где у него розовая часть. А потом берём инструмент кисть. Правой кнопкой мыши можно уменьшить, взять жёсткий цвет. И просто вот так вот мы стираем. Тут ещё проблема в том, что сама картинка имеет прозрачность. То есть он немного просвечивает. И вот эти места, где я закрашиваю, тут будут как бы такие блики. Так что вам сразу говорю, лучше подготовить сразу к качеству персонажа, прежде чем что-то делать. И смотрите, как делал закрытый рот, да? Вы уже, наверное, догадались. Также пипеткой. И можно просто открытую часть аккуратно закрасить так, чтобы сохранить верхнюю черту губы. То есть аккуратно кликаем. Закрашиваем у рот. И очень быстро, если потом выключать и включать то одну, то другую голову, будет впечатление, что он что-то говорит. Если вы смотрели на мультфильм, он всё время что-то бормотал. Дальше. Здесь, значит, мы ничего больше не делаем. Здесь у нас всё готово. Можем пока её отключить. Включаем основного персонажа. Давайте отделим брови. Вот, кстати, даже если я сейчас очень быстро буду включать и выключать вторую голову, уже будет видимо, что он говорит. Вот, обратите внимание. Видите, да? По сути, то же самое происходит в Engine Animate. Очень быстро я сделал, чтобы включалась то одна, то другая голова. И получается, что он быстро говорит. Так, он у нас ещё моргает глазами и поднимает брови, да? Выделяем основной слой. И абсолютно та же операция. Мы просто вот так вот выделяем. Скопировать на новый слой. А здесь мы просто закрашиваем. Вот таким образом. Здесь берём ластик. И стираем. Итак, глаза. Я вам покажу анимацию на двух персонажах. Вот на поросёнке и на баксбане, да? Смысл показывать на всех нет, потому что как только вы увидите и поймёте, что я сделал вот с двумя персонажами, то там по аналогии вы сможете уже сами анимируя других персонажей. Все дополнительные материалы будут в папке. Там будут они все нарезаны уже. Вы сможете потренироваться, закинуть их все в Engine Animate и потренироваться и их анимировать. С глазами я сделал вот что. Я взял тот же инструмент выделения. Давайте прибавим. И аккуратно начал вот так вырисовывать так, что по внутренней черте границы глаза, чтобы чёрная вот эта обводка была не задета. Это достаточно кропотливая такая работа. Он глазами всё равно быстро моргает. Поэтому, в общем, вот так вот я выделил. И здесь я... Он у меня моргает сразу двумя глазами одновременно, да? Поэтому можно зажать на клавиатуре Shift, кликнуть в другом глазу один раз, отпустить Shift. Это нужно для того, чтобы у нас выделение не пропало у первого глаза, да? Если вы хотите сразу несколько элементов выделить. И начинаем выделять наш второй глаз. Photoshop я использую последнюю версию. И вам советую дабы избежать каких-нибудь проблем. Со вторым глазом мы закончили. Правая кнопка мыши. И мы скопируем это дело на новый слой. Давайте немножко уменьшим нашего персонажа. Отключим. И глаза, да? Просто нам нужен цвет его кожи. Берем пипеткой цвет кожи. Находимся на слое глаза. И пробуем заливочкой их закрасить. вот таким образом. Так, а теперь, чтобы аккуратно подправить эти черные места, приближаем близко, берем кисть и просто закрашиваем у нас и где есть вот такие грубые места, да? Пикселы. Вот таким вот образом. И обратите внимание, он у нас сейчас стоит с закрытыми глазами. Вообще здорово, в принципе, получилось. Просто сейчас у нас увеличен. И вот, пожалуйста, он уже, в принципе, моргает, да? Значит, брови убедитесь, что вы удалили здесь и на голове. Тут еще у нас вот такая точечка есть. Там морщинка или что? Не знаю, можете оставить. Вот у нас есть, значит, дафи. Или как его там зовут? Есть глаза, брови, голова и рука. Мы с ним закончили. Нам осталось лишь его скопировать каждую часть тела на новый слой. И лучше это сделать так. Нам желательно делать, чтобы вес был маленький у наших картинок. Если у вас их будет много, анимация будет тяжелая, будет долго грузиться, а нам нужно ее стараться оптимизировать. Поэтому берем сначала дафи. Берем вот этот инструмент и обрезаем те пустые области, которые нам не нужны, да? Ну, так достаточно. Нажимаем Enter. Сначала сохраняем дафи, да? И выбираем сохранить для веб. и выбираем папку на компьютере. Да, и кстати, здесь еще выбираем обязательно формат PNG24. Это чтобы был фон сзади прозрачный. А потом нажимаем сохранить. Я сохранять не буду, он у меня уже нарезанный. Смотрите, вы его сохранили. Выбираем глаза, например. Здесь также вот так вот нужно выделить, чтобы обрезать пустые области. Тем самым мы делаем картинку очень маленькой. Потому что пустых областей нет, она весит будет еще меньше. И то же самое. Сохрани для веб PNG24 и сохрани, да? Вот. И смотрите, что дальше делаем. Мы же уже обрезали. Опять берем этот инструмент и кликаем вот на верхнюю всего лишь позицию, да? И мы возвращаемся как было. Отключаем глаза, включаем брови. И таким же образом у нас есть брови. Сохранили. И думаю, здесь уже вам понятно, да? Дальше, наверное, не стоит объяснять. Сохраняем голову, потом сохраняем руку. Также и с рукой. Можете просто, когда у вас рука там только осталось. Вот так ее просто перетянуть. Так, а она нос обрезалась, да? Вот тогда делаем так. То же самое. Возвращаемся вот сюда. Еще выше. Вот. И осталась у нас рука. Вот, пожалуйста. Также выделяем. И сохраняем, да? Вот таким вот образом. Думаю, здесь понятно. Кролика вырезать я не буду, потому что мне кажется, нет смысла. После того, как я вырезал его, кролик вырезается по аналогии. Отрезается там те части тела, которые вы хотите, да? Вот. И теперь покажу простой вариант, как лучше сделать вам, чтобы не мучиться, здесь не вырезать. Все, закрываем Photoshop. Открываем иллюстратор. Я подготовил медведя, с которым мы уже работали. Смотрите, вы находите какую-нибудь SVG-картинку, которая вам нужна. Как правило, у всех SVG-шек, вот даже мышкой я навожу, отделены практически все элементы уже, потому что они нарисованы, да? Ну, не потому что они нарисованы, в SVG так устроен, что, вот видите, по раскрывающемуся списку здесь еще каждая часть тела отдельно, да? Если у вас такой панели нет, она у вас, скорее всего, здесь внизу, справа. Я ее просто вытащил сюда, чтобы удобнее было. И вот что мы делаем? Смотрите, нам нужна рука. Здесь на миниатюрной картинке можно сразу найти ее. Вот если я ее отключаю, отключаются руки, да? Значит, мы останавливаемся, руки. Что мы делаем? Сначала мы отключаем все другие слои, которые нам тут мешают. Вот, также фон. Кликаем сюда и выбираем вот такую перечеркнутую линию без фона. все. Остались руки. Кликаем по руки. Нам нужно, например, отдельно только одну руку. Отключаем одну руку. Одна остается. Например, вам достаточно вот этой руки. И что мы делаем дальше? Идем в файл «Сохрани для интернета». Здесь обязательно выставляем вот формат PNG также 24. Прозрачная область тут тоже большая. Честно говоря, я не знаю как обрезать здесь как вот в фотошопе. Я просто вот так вот сохраняю их как есть в PNG а потом там где нужно обрезать мне вот эти пустые области я через фотошоп быстренько прогоняю. Но самое главное вам понять принцип. Вот рука у нас уже есть. Нажимаем сохранить. Все. Видите, не надо мучиться что-то вырезать. Согласитесь, удобнее этот вариант. Дальше. Например, ну что еще? Руку вторую понятно, да? Включаем режем. Вот давайте с головой. Вот есть голова. Надо только голову, надо чтобы усами шевелил. Значит, врезаем усы. Усы у нас вот как определить. Вот усы. Так, отключаем все остальное. нужно только усы. Поэтому раскрываем здесь список, да? Здесь еще рот у него. Так, это брови. Усы у нас в отдельном списке вот здесь. Нос можно здесь оставить. Хотя, если, например, ну даже нос отключим. Вот губы отключили. Все. усы есть. Опять для интернета PNG усы. Здесь PNG сохранить. То есть здесь намного быстрее, легче и меньше рутины все это сделать, нежели делал я. Поэтому думаю здесь вам тоже, да? Я понятно объяснил, как можно по частям сохранить отдельные персонажи для дальнейшей работы с ним, чтобы мы могли анимировать его части тела, да? А на этом я заканчиваю данный урок. А в следующем уроке я уже покажу, как я анимировал персонажей в Adobe H-Animate. Вы, конечно же, можете подготовиться, подготовить своих персонажей или из папки дополнительных материалов взять моих персонажей, решать вам. Увидимся в следующем уроке. Уроки